Встреча с прекрасными музыкантами, звёздами мировой сцены. Например, что нужно доедать еду, или что люди должны жениться, выходить там замуж друг за друга. И нужно делать ведь так, как ты хочешь, как ты чувствуешь, как есть. Спартак – это как бы такая партия, которая очень идеально на меня легла, в смысле, ну просто идеально, ну похож ведь. Медленно переводят голову, эти томности все, вот это всё, не знаю, какая-то такая надменность лёгкая, культурная. Для меня это было очень чуждо, вот там мне было тяжело. Вот так стою внимательно, слушаю всегда, каждый хлопочек. Любовь – это? Непонятная вещь. Ну, желанная. Ну, конечно. Красивая, но непонятная. Здравствуйте, дорогие телезрители. Новый выпуск программы «Рандеву» из Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Гость эфира сегодня – ведущий солист балетной труппы театра, артист яркий, востребованный, роман полковников о творчестве и о личном. Есть информация, что роману не так просто уговорить на личное интервью. Нам повезло. Роман Полковников – ведущий солист балетной труппы Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, лауреат Всероссийского конкурса. Окончил Новосибирское государственное хореографическое училище в 2005 году и с этого же года в труппе Новосибирского театра оперы и балета. На сцене театра исполнил десятки ярчайших партий. С 2015 года приглашенный солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Обладатель золотой медали седьмых молодежных дельфийских игр России по номинации «Классический танец» 2008 года. Роман, здравствуйте. Добрый день. Рада видеть вас снова в качестве гостя своей программы. В прошлый раз встречались в мае, речь шла о премьере балета. А сегодня вы согласились уже на личное интервью. Это очень ценно. Спасибо вам большое. Это, кстати, редкий случай, да? Интервью? Личное интервью, большое, подробное. Ну да, скорее всего. Я даже не помню, как я на него согласился, честно. Это было тогда на коньках, кстати, вот на том интервью с солей. Да-да-да, уже не отвертеться. Да-да-да, поэтому вообще обычно я не люблю как-то, не знаю, что-то рассказывать, говорить. Поэтому у этих мало интервью. Но и это плюс к вашему характеру, вы умеете сдерживать свое слово и свое обещание. Вы мне пообещали, и сегодня запись состоится. Да, да, слово надо держать, согласен. А вообще вот так вот не откладывать в долгий ящик, на долгую перспективу, это свойственно вашему характеру? Сказал, решил, сделаю. Ну вот по поводу не откладываю, бывают разные ситуации, но вообще я лучше не скажу, чем скажу и не сделаю. Слов на ветер не бросаете. Ну да, считаю, что если не получится, лучше тогда и не обещать. А все, что говорю, значит, держу, умею, что обязательно должен это сделать, конечно. Роман, вы по знаку зодиака водолей? Так точно. А в гороскопы верите? Не могу сказать, что верю во все вот в это такое, но когда читал, находил похожие, да, схожие, все-таки я верю как бы в математику, наверное, больше, что все-таки люди наблюдают, смотрят, видят, и каждому знаку... Какие-то закономерности есть. Конечно, да, эти закономерности встречаются, и вот я и ответил на свой вопрос. Получается, верю. Про водолеев знаю, что это люди с очень богатым внутренним миром, которые не всегда любят и считают уместным транслировать его во внешнее. Пространство. Да, такое есть. И это люди-мечтатели и идеалисты? Фантазеры, артисты. Да, да, согласен. А еще люди обидчивые. Вот с этим я, кстати, работаю серьезно, да, стараюсь, да, не обижаться, не вижу тоже смысла никакой в обиде, как бы. Если только на меня, обижаются. Но я тоже на это стараюсь смотреть как-то спокойно. Ну, нет и нет, окей. Я оптимист. Максимально. Берегу свои нервишки. Стараюсь. В этой программе мы с гостями эфира говорим и о профессии, о творчестве и о личном. И вот, что мне хотелось бы в первую очередь у вас спросить. Роман Полковников в начале своей карьеры. Что думал о своей профессии и что вы думаете о своей профессии теперь? Ох, интересно. Да я ничего не понимал, что происходит. Не знаю, мне нравилось выступать на сцене, танцевать, не знаю, я как-то стремился к чему-то. Не могу сказать, что я расценивал балет как спорт, но мне нравилось, что я в форме, как бы, и не просто сижу в каком-то офисе. И, извините, пожалуйста, офисные работники, я ни в коем случае не хотел, да, обидеть. Но мне очень нравилось, что я вообще все время был подвижный, учился в училище, и в футбол все детство играл, был вообще не остановился. Ну, не мог останавливаться. И очень трудолюбивый был. Но когда пришел в театр, конечно, это все новое. Если сравнивать меня сейчас и какой был там, я очень глубоко залез. Я работаю в театре, 17-й год. Естественно, сейчас для меня вообще все совершенно иначе. Тут и спорт, и вот эта игра актерская, мне очень нравится ее заново, как будто, не знаю, изучаю. И, в общем, я превратился из артиста-балета в артиста. Мне больше по душе это слово. Ты дотягиваешься до каких-то совсем уже там мелких моментов, нюансов, тонкостей, крайностей, не можешь наплевать на какой-то пустяк. Мне это нравится. Кропотливая работа про меня тоже. Ну, и, конечно же, интересно узнать, как случился выбор профессии, и как возникли любовь и интерес к театру одномоментно. Я вообще ничего не знал о балете вообще, когда был маленький. То есть вы не из тех детей были, кто смотрит по телевизору балет и говорит, мама, отведи меня. Я перекричал этот канал скорее, да, и как маленький ребенок, я не понимал, почему мужчины в колготках. Для меня это было как-то не по-пацански, знаете, да. Я же все-таки во дворе вырос. Так, и как же, как же, как же? Вот обычно чистое стечение обстоятельств переезда, потом мы остановились, потом школа, там какой-то кружок, и там я вроде как-то был занят. И мама, папа, спасибо, что они пытались, чтобы я лучше был занят чем-то, чем шлялся по улице бездельничая. И один педагог сказал, что в Новосибирске есть хорошее училище, мальчик у вас, похоже, перспективный, очень трудолюбивый. А мой отец очень сильно, видимо, тоже стремился к росту. Я из Кемерово, городок поменьше, конечно же. Отец стремился в большой город, побольше. И когда я услышал об этом, он взял меня и привез сюда. Я потихонечку поступил, что-то сначала ничего не понимал, а потом пошло-поехало. Вот сижу я, 17 сезон в этом театре веду. А родители кто по профессии, чем занимались? Мама работала в пекарне давным-давно, потом появился я, потом появился мой брат. И папа крутился, зарабатывал деньги везде, как мог, а мама сидела с нами. В общем, даже не могу определить род деятельности своих родителей. Ну, мама работала в пекарне, да, прям. Вот в этой еще СССР, красивые времена эти. Булочные фартуки. Да-да-да. Мило. Аромат свежей выпечки. Да-да. А дома кулинарила для вас? Да, конечно. Мама готовила. Что было самое вкусное, самое любимое? Для начинающего артиста балета. Слушай, ну, когда я был начинающим артистом балета, я учился в училище и жил в интернате. А, понятно. Как бы, да, в общежитии. Поэтому... Ну, домой приезжали, вас наверняка баловали. Поэтому самые вкусные моменты от мамы были раньше. Я обожал обычный сахар на сковородке топленый. Ну, тогда ведь не было такого обилия конфет. Ну, да. Ага. Сейчас в сфере общепита крутится между Шерегешем и Алтаем. Все нравится. Счастливый человек. Зимой в горах, летом на Алтае. Реки. А в сфере бывает вам поаплодировать? Конечно, конечно. Он смотрел мой выпускной, приезжал всегда, да. Ну, сейчас он как бы бывает не часто в Новосибирске, но когда бывает, иногда ходит, конечно, когда получается. Когда здесь уже поступили на учебу в Новосибирское хореографическое училище, тогда началась взрослая самостоятельная жизнь или все-таки... Началась грубо, да. Потому что меня оторвали от родителей, мне было 10 лет, я приехал сюда, слезы первые два года. Я вообще рыдал, когда родители меня с каникул привозили сюда. Не могу назвать это взрослой жизнью, но все-таки повзрослеть пришлось рано. Общежитие, 8 поколений получается в одном помещении. Было интересно, но... Ну, вот первые два года было, правда, тяжело без родителей. И помню, плакал, сам не особо помню, мама говорила, что плакал много вообще, переживал, не хотел ехать. Это, наверное, как было тяжело, да, все-таки вас оставлять? Конечно, всем было тяжело. Ну, да. Но я ни о чем не жалею, вообще. Я думаю, никто из родных не жалеет вообще. Так закалялся характер. Да, скорее всего, да. Да, вы правы. А есть тот человек, которого вы считаете своим наставником, своим главным учителем в профессии? Так не считаю, он у меня есть. Это Игорь Анатольевич Зеленский. Когда я пришел в театр, я уже под конец школы планировал уехать в Корею. И я обожал эту страну вообще, Южную Корею. Не знаю, мне все там нравится. Просто все вообще. Но потом мой разум по каким-то причинам 18 лет мне подсказал, что, слушай, наверное, нужно сначала посмотреть, как это устроено изнутри. И меня взяли как бы в театр, и я решил, ну, я посмотрю годик, как это устроено, как работает театр внутри, как работает трупа, как это. Годик посмотрю, а потом смотаюсь. Да, все эти каналы как бы, да, оставил, придержал. И как раз в конце этого моего первого сезона появился Игорь Анатольевич Зеленский, который взял под руководство труппу Новосибирского театра. И с ним 10 лет мы работали, как говорится, спина в спину, нога в ногу. Он меня установил как ведущего артиста, можно так сказать. Научил работать по-другому. На другой уровень меня перевел. А что главное в этом искусстве? Ну, без трудолюбия вообще никуда, без терпения никуда. Скорее всего, нужно еще уметь пойти в любую сторону. Знаете, многие люди боятся, например, делать шаг влево, шаг вправо, или даже когда-то кинуться назад, если что-то не получается. Нужно уметь как бы, что-то сказать, как бы маневрировать в пространстве. Я думаю, это не только в этой профессии хорошо. Я так считаю, что у нас очень традиционное мышление вообще у всех. То есть, например, что нужно доедать еду. Или что люди должны жениться, выходить там замуж друг за друга. И нужно делать ведь так, как ты хочешь, как ты чувствуешь, как есть. И не бояться как бы этого. И тогда у тебя целый кругозор на 360 градусов, ты можешь развиваться в любом направлении. Нельзя, я думаю, зацикливаться серьезно. Но вы не назвали еще одно слово, которое может быть главным в этом искусстве? Талант? Нет? Не обязательно? Я считаю, что не обязательно. Интересно. Не обязательно. Потому что я уверен, что каждый человек, в каждом человеке заключается какой-то талант. Его нужно просто найти, открыть. Конечно, когда все совпадает, и, допустим, и координация, и талантливый, и целеустремленный, и высокий. Конечно, здесь проще как бы идти уже, потому что человек почти готов. Но есть люди, которые и без этого, но с очень умной головой, на плечах достигают таких вершин. Какую партию вы сами считаете первой звездной в вашей карьере? Спартак, конечно, Спартак. Конечно, Спартак. Я очень быстро его готовил. Не могу сказать, что я его блестяще исполнил в первые разы, но... Загорелось. Да, да и я, посмотрите, вообще. Я могу просто одеться, сесть, и вот вам Спартак, понимаете? Мне это очень идет. Мне повезло как бы с внешностью, с телом. Еще раз, мама, папа, спасибо большое. Я не знаю, кого еще за это благодарю. Но мне правда повезло. Я никогда не стесняюсь как бы того, что да, я немножко необычно выгляжу как бы. И мне реально повезло. И Спартак, это как бы такая партия, которая очень идеально на меня легла. В смысле, ну просто идеально. Ну похож ведь. И как бы не открутишься. И, конечно, с этого все началось. Вы как-то сказали 10 лет назад на камеру. Что же я там сказал? Зацепилась я за такую фразу. Быть собой на сцене, сказали вы тогда, быть собой на сцене, не притворяться. Это самое сложное. Это интервью 10 лет назад. Вы сейчас чувствуете, что проживание себя на сцене уже стало вашим стилем. Вы пришли вот к этому самому ценному. Быть собой на сцене. Да, конечно. Только я это делаю, проживаю, как бы сказать. Как еще раз я сказал? Быть собой на сцене, это самое сложное. Да, самое сложное. Быть собой. Ну естественно, в амплуа какого-то героя. В каждой партии, как бы я думал, как бы Рома-пират поступил, как бы Рома-спартак поступил, как бы он повел, как бы он посмотрел. И тут уже детальный разбор, очень интересный получается. Я могу проживать несколько амплуа за одну жизнь. Это очень, мне кажется, актерская, профессия актера очень интересная. Здесь фантазия срабатывает или насмотренность? Вы, может быть, много читали, что такой кругозор есть. Как образ может выглядеть? Я использую вообще все. Кино. Кино. Да что я увидел на улице, как я повел себя в ситуации, как я с другом поговорил, как я с ним поссорился, как попросил прощения, как у меня попросили прощения. В общем, на жизненном опыте просто. Все через призму себя. И в принципе звучит, как я всегда говорю, все гениальное очень просто. Звучит очень просто, но чтобы этого добиться, как бы в прямом эфире, вот это не так уж и легко. Поэтому сложно быть самому собой. Нельзя просто пойти с пятки, если ты танцуешь принца Зигфриды, например. Так. То есть тут нельзя быть самим собой, нужно быть самим собой в амплуа этого принца. В стилистике. Да, вот это для меня, кстати, было очень тяжело вообще, потому что, как я говорю, играл в футбол, парень со двора, Спартак мне идет. И такие партии мне шли. Я в училище, мне нравился Дон Кихот, Корсар. Да, Пираты. Да, Базиль очень такой техничный спектакль. Байдерка, там, Солор, Воин. В общем, такое мне нравилось. Но так как ноги ровные, спасибо, да, так вышло. Ноги ровные, и поэтому классику с такими ногами не танцевать, как бы, было бы очень глупым решением. И я затанцевал Дезире, Зигфридов. Вот здесь было очень трудно, потому что я не представляю, как люди, аристократы голубых кровей, медленно переводят голову, вот эти томности все, вот это все. Не знаю, какая-то такая надменность легкая, культурная. Для меня это было очень чуждо. Вот там мне было тяжело. Поначалу я выходил прямо на тренированный. Пальчики, улыбочки. А потом вошел как-то, и стало попроще. Видимо, научился, наверное, за какое-то время вести себя, как они ведут. Ну, по крайней мере, я так считаю, что у меня получилось. Вы на видео себя снимали или просили снимать на репетициях, чтобы как-то подкорректировать? Я все-таки как-то все время изнутри. Да, я почти никогда, да никогда не пересматриваю свои спектакли со своим участием. Вообще никогда. Мне намного важнее вот реальная отдача вот от зала. Прям вот этот шум, насколько он высокий или даже невысокий. Я не знаю, этот шум, он такой пространственный, что очень легко понять что-то. Даже если ты где-то что-то не доделал, это будет где-то как будто бы слышно, понимаете, вот в аплодисментах. Представляете, сколько у нас? Полторы тысячи человек почти в зале сидит. И каждый как-то реагирует. И каждый, да, и каждый выражает как бы свою эмоцию этим звуком, понимаете. Он у всех разный, и это все сливается. А вот так стою внимательно, слушаю всегда. Каждый хлопочек. А вам какие фразы помогают собраться? Ну, бывает разное. На пути в театр кто-нибудь испортил настроение, может быть, вы не выспались, что-то произошло, а нужно выходить, а вы эмоционально не готовы. А что говорите себе? Вы знаете, нету. Нету. Вон на сцену из-за кулисы наступаешь, и все. Дверь сзади закрылась, да. Все, и ты там. Бывают, конечно, такие моменты, да, когда выбивает. Но я потом сразу, естественно, после спектакля анализирую, что, ну, такого быть не может. Потому что, ладно, там, когда ты, допустим, ну, не участвуешь в каком-то па, например, на сцене, а просто находишься на сцене. И ты отключился там, например, от эфира, от происходящего на сцене, задумался о чем-то. Ну, если у тебя нет никаких действий, допустим, ты сидишь и наблюдаешь за каким-то танцем. Это как бы ладно. И то за этими моментами, я считаю, нужно как бы следить. Я всегда пытаюсь не выключаться из картинки, а участвовать там. И бывают, естественно, моменты, когда ты, бывает, выключился или о чем-то задумался. И их нужно, конечно, я пресекаю строго сразу. Потому что если выключиться, например, при выполнении какого-то там па или трюка, допустим, или какого-то сложного элемента, можно серьезно себе навредить. Да. Недавно гостей нашей программы, программы «Рандеву» была Ольга Кришенкова. Она в своем интервью сказала, что вам себя на сцене может полностью доверять в поддержках. Такие слова, они дорогого вообще стоят? Конечно. Вот такого доверия... Роман, Роман, сказала она, мне твердо, уверенно говорит, я тебя не уроню. Я знаю, да, что говорю, да. Так и есть. Конечно, дорогого стоит. Такое доверие на сцене, понимаете, не позволяет, например, выше головы прыгнуть, а позволяет быть спокойней там на сцене, вот с собой, не зажатым, исполняющим какой-то элемент, трюк, если он какую-то сложность представляет, например, волнение есть, открытые глаза, там, я готов ловить или что-то типа того. А когда вот такое доверие, все эти элементы выглядят очень спокойно, как в какое-то самовыражение, понимаете? Нету нагрузки лишней, смотрится легко и удобно. А вот стать в буквальном смысле поддержкой и опорой для другого человека, для коллеги, для солистки на сцене, это вообще самое сложное с технической точки зрения в балете или нет? Я думаю, нет. Тут все-таки все зависит от, также, от твоего навыка, сколько часов, как ты, насколько ты понимаешь, насколько ты этим дуэтным танцем занимался, проникся, сколько ты станцевал. Это все вот все-таки эти часы, а это очень важно, как бы опыт копится часами. Но есть еще, как бы, другая сторона медали. Тут же еще и не только два тела, как бы, танцуют, еще и две личности, два характера работают. И вот тут, как бы, бывают уже совершенно другие моменты. То есть стать, например, крепким партнером, который будет стоять как камень, и за него можно легко взяться. Да, иди, возьми штангу, подтянись, там, не знаю, сделай это три месяца подряд, через день, и ты станешь крепким, как бы, телом, за которым можно держаться. Вот это, наверное, сложнее. Еще и в характерах сойтись. Мне с Олей тоже очень легко. Мы хохочем, смеемся, что-то, как бы, нам легко, нам комфортно вместе работать. И в этом и заключается, наверное, как бы, вот, успех, как бы, нашего дуэта. Спасибо за комплимент, Ольга. Курьезные случаи наверняка в вашей профессии тоже случаются. И на репетициях, и на гастролях, и во время выступлений. Бывали всякие случаи на сцене. Я помню, мы стояли, это был, кажется, первый год моей работы. Я стоял фанданго в Дон Кихоте, это такой танец в конце. И еще на старых костюмах у нас такие были черные шляпы. И на шляпе висело такое, прям, ну, искусственное перо, но оно было невероятно легкое. То есть оно шевелилось от любого воздуха. И мы двумя диагоналями стояли, и передо мной стоял мой друг Вася. Мы стояли в позах, то есть я смотрю ему в затылок. И мы просто стоим, пока солисты пара танцуют в середине. Я что-то стоял, ему говорил, он хохотал, а я хохотал от того, что трясется его перо. И цепная реакция, и мы стояли, короче, оба хохотали на сцене. Особенно в тот момент, когда нельзя, еще смешнее. Да, 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 это ужас вообще, это ужас, начинается же истерика прям, забавно, да. Ну и много было, и я вообще приобрел аллергию с детства, как бы у меня аллергия на березу. И у меня было парочку случаев, когда я на сцене, просто вот в периоды обострения аллергических реакций, бывало чихал, там, и один раз я быстренько ушел со сцены, чтобы чихнуть. Ну, сделал это, естественно, такой момент, когда можно было себе это позволить. Такое бывало, и падали, и... Не, много таких моментов, но они совсем такие мелкие, мимолетные. Мне очень жалко, что я не помню кучу. Я бы все интервью рассказывал бы такие моменты, это очень весело. Записывайте, пригодится для мемуаров. Случилось? Сразу строка. Да, да, да. Интересен также ваш мужской взгляд на вопрос конкуренции в балете. Вот, кстати, заметила, что когда говорят о взаимоотношениях, вот, в женской части коллектива или в женском коллективе, все-таки больше употребляют слово конкуренция. А вот когда уже про мужские взаимоотношения, да, то все-таки соперничество. И тут как-то уже прям в плюс, потому что козни, каверзные какие-то такие, всякие поступки, это все-таки вроде бы как женская прерогатива, а у мужчин соперничество, закалка. Как вы думаете, вот конкуренция в балете, соперничество в балете, плюс, минус? Это плюс всегда, конечно. Вы что, обязательно должна присутствовать здоровая конкуренция? Я думаю, что я бы, наверное, если бы руководил, например, каким-то таким небольшой организацией, если бы не было, я бы создавал ее каким-то образом искусственно, потому что без конкуренции никуда. Конечно, мы все можем быть очень мотивированы чем-то, но ничего так не мотивирует, как конкуренция и соперничество, естественно. Какие поступки по отношению к себе вы считаете неприемлемыми? Как с вами нельзя? А другим людям со мной? Что вы не станете терпеть? Я не знаю. Я пытаюсь мыслить, наверное, как-то иначе в таких ситуациях. Если какой-то человек транслирует на меня какой-то негатив, я сразу понимаю, что ни в коем случае нельзя совать туда руку или идти на встречных огнях. Получается, что я прикоснусь к негативу, понимаете? Если начну с ним как-то общаться или даже немного поддерживать, например, или еще, не дай бог, вступлю с ним вот в эту бранку, перебранку, в какой-то спор. Я считаю, что если есть негатив, от него надо уходить. Опять, это очень просто. Если ты идешь, и впереди лежат грабли, зачем как бы на них идти? Надо повернуть, пойти в другую сторону. Браво. Да, но у нас вот, не знаю, люди, не знаю, может быть, у некоторых людей не хватает выхода каких-то эмоций, и они ругаются, но зато после этого им становится легче. Но они что стоят? Они друг друга стоят, нажимают по очереди эти грабли, настучат себе по лбу, лобы потрут, как бы, и все, и вроде полегчало, понимаете? Я вот как бы пытаюсь на такое, да, не поддаваться, и я лучше, лучше уйду, не знаю, плють они в спину, как бы, я лучше, зато нервишки сохраню. На чем сейчас работаете, какие спектакли станут возможностью увидеть вас на сцене в ближайшее время? Сейчас период быстрого, в этом сезоне быстрого входа в форму, потому что у нас очень плотно, уже близко стоят спектакли. Все мое внимание сконцентрировано вокруг конька. Спектакль, на самом деле, не очень простой, и физически непростой, и сценографии очень много, очень много выходов, очень много реквизита. В общем, внимания требует спектакль, много, поэтому он такой живой и такой классный, не знаю, как его по-другому назвать. Параллельно идут репетиции Кармен. В августе зрителей ждет «Лебединое озеро» с вашим участием, да, также собор Парижской Богоматери. Любите эти спектакли? «Лебединое озеро» будет дебютом, кстати, для меня на этой сцене, потому что в редакцию, которая идет у нас, я танцевал всего лишь один раз. И это было на сцене Михайловского театра. И 19-го числа, да, в этом «Лебедином» у меня на этой сцене в Новосибирске, да, будет дебют. А «Квазимода», «Квазимода» тоже, тоже, тоже люблю «Квазимоду», идет он мне. Характерный образ. Да, 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 да. Мне легко быть в «Квазимоне», мне очень, моему телу очень трудно с «Квазимодой», потому что постоянно горбиться, быть искривленному. На протяжении такого длинного спектакля, в общем, я потом «Квазимода» из меня недельку где-то выходит. Ну, плюс это ведь два часа идет спектакль, чистое время. А сколько еще репетиций до? Сегодня мы вас тоже несколько испытываем, вы предупредили перед интервью, что вам очень сложно усидеть на месте. Да, да, ну потому что уже привык, привык, что целыми днями, да, какие-то репетиции, движения, да и вообще, я считаю, движение – жизнь. Сейчас я предлагаю нам перейти к Блиц-опросу, традиционная мини-рубрика нашей программы. Пятерка коротких вопросов для вас. Отвечать прошу коротко, быстро, а после мы продолжим, хорошо? Давайте попробуем. Давайте. Коротко и быстро. Ваш главный критик. Зритель. Посоветовать или промолчать? Ваш выбор. Лучше промолчать, но обычно я советую. Так. Вы планируете поставить собственный спектакль в собственном театре? Мечта. Пусть будет ваш идеальный выходной? Что-то типа йоги. И, наконец, любовь – это? Непонятная вещь. Но желанная. Ну, конечно. Красивая, но непонятная. Спасибо, мы продолжаем. Роман, для вас имеет значение, присутствуют или отсутствуют близкие вам люди в зале? Да. Это занимает сразу ведь какое-то… То есть лучше, когда есть. Какое-то место в голове сразу ты знаешь, что там сидит, либо знакомый, либо какой-то родственник. Ты уже идешь немножко с другим ощущением. Иногда это, конечно, даже бодрит и сил дает. Бывают такие моменты, когда появляется какой-то легкий задор, и ты что-то находишь в этом задоре в спектакле. И потом это ставится галочка, и в следующем спектакле это можно увидеть, например, еще раз. Но это уже совсем какие-то мелочи. Ювелирные. Ну да, но, естественно, никакой нагрузки я не испытываю, если в зале себя тросим, конечно. Только лучше, только где-то можно где-то побаловаться. Почему-то я сразу считаю, что можно допустить какую-то легкую. Стать чуть-чуть еще больше своей. Легкость, да, да, да. Ну, потому что как будто бы для, ну, допустим, для мамы, например. Если, тем более, спектакль позволяет как-то, почему бы нет. Хорошо. Роман, простите, не могу не спросить. Правила нашей программы. Скажите, пожалуйста, главное личное рандеву вашей личной жизни, оно состоялось или еще все впереди? Сложный вопрос. Сложный. Мне так кажется, что если оно состоялось, попахивает каким-то завершением, концом. Все, рандеву состоялось. До свидания. И больше ничего. Я, не знаю, говорю, может быть, я слегка с ума схожу, но я везде пытаюсь оставаться оптимистом. И не вижу, как бы, смысла даже вот какие-то моменты закрывать. Я ведь не знаю, что будет дальше, как бы, и никто не знает, что будет дальше. Состоялось или не состоялось, я даже об этом и не думаю. И живу каждый день, как живу, пытаюсь радоваться тому, что есть. Очень часто говорю себе такие слова, что крыша над головой есть, ножки, ручки на месте, живой, здоровый, кушать полно. Да и то даже, всегда друзьям говорю, мы даже немножко жирно живем. Сколько сейчас, позвони, еду домой привезут. Ну что это такое вообще? Люди уже скоро ходить перестанут вообще. Разве так можно? Ответили, не ответили, поняла. Да, выкрутился, да. Но не то, что выкрутился, я просто не могу ответить на этот вопрос. У меня нету, в принципе, такого понятия. В социальных сетях, да, есть в вариантах личные отношения, да, есть такая строка. Все сложно, в активном поиске, свободен. Вы бы какую выбрали? Это как статус, да, нужно себе такой выбрать. Мне, у меня все хорошо. Спасибо за ответ. Что вы цените в людях? Про коллег услышали, про взаимоотношения в театре тоже. В людях, в обычном общении, что цените? Очень сильно, я, не знаю, наблюдаю в последнее время, что люди очень не тактичны, многие. Очень часто сталкиваюсь с таким компетентность и тактичность. Замечательно. Остается ли вообще время и энергия на что-то еще помимо театра? И если да, то как умещаете все в 24 часа? Ну, очень мало времени остается. Я стараюсь просто ходить в свободное время. Просто ходить, гулять. Я обожаю играть в футбол, но это немножко вещи порой несопоставимые, поэтому играю я только когда есть, не знаю, выходные там или какие-то паузы в работе. Я обожаю на горных лыжах кататься, но это тоже очень много времени. Вам разрешают? А вдруг? Синяк. Как минимум. Разрешается? Нет, вот я говорю поэтому, что... Когда сезон, то практически нет. Ну да, не получается это как бы с работой все совмещать. Поэтому я просто хожу. Хожу в свободное время и все. Да, работал. И с работы. Роман, за что вы любите свою профессию и за что вы ей сегодня хотели бы сказать спасибо? Да за все, слушайте, у меня интересная жизнь, я покатался по миру, я работал, падал, вставал, уставал, находил силы, не знаю, творчество. Я каждый день слушаю классическую музыку, у меня куча знакомых, творческих людей. Ну, нету минусов. Единственные минусы это то, что это все-таки спорт, и я никакой спорт без травм как бы невозможен. Это вот единственный как бы недостаток, но плюсов намного больше. Компенсирующих. Да, конечно. Ярких вам проектов, несмолкаемых аплодисментов, и чтобы вдохновение всегда было рядом. Спасибо. И вы знаете, вот несколько лет назад, опять же, около десяти, да, вы сказали, что артист балета, я процитирую, должен хорошо танцевать, раздавать большие интервью он не обязан. Поэтому спасибо вам огромное, что вы сегодня так много и так интересно рассказали. Класс, я его пересмотрю. Я должен его пересмотреть. Поэтому вы сегодня были не обязаны. И я очень рада, что наша беседа состоялась. Огромное спасибо. Да, и вам очень приятно было. Спасибо. Спасибо.